Как принимать платежи со всего мира без ограничений? Это больная тема для многих людей, которые находятся в СНГ и хотят зарабатывать через интернет, ну или принимать оплату на свой сайт, через интернет по всему миру. Есть различные способы и схемы, как открыть платежные системы. Можно открыть компанию в США или Великобритании, или где-то еще, но не все иногда понимают, как это сделать. Есть много нюансов и перед регистрацией не всегда получается все эти нюансы преодолеть. Из-за этого многие начинающие предприниматели опускают руки или берут качественную службу различных сервисов. Для работы с Shopify, это интернет-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов, необходимы платежные системы, такие как Tribe или PayPal. Рекомендую использовать этих два шлюза одновременно. В конверсии сайта будет, конечно же, намного лучше. Но, как я уже сказал, для их регистрации нужна зарубежная компания. Больше никак не зарегистрироваться. Ее можно открыть удаленно любым резидентам СНГ, в том числе из России и Белоруссии. Еще есть вариант покупки готовых аккаунтов. Но, как известно, долго они не живут. И это совсем небезопасно. Плюс, в случае чего могут возникнуть проблемы с верификацией, которые в большинстве случаев нет возможности пройти. Ну, я лично знаю, что открытие компании за рубежем – это одно дело. А вот открытие банковских счетов, получение физического адреса, открытие других сервисов – это на самом деле реально проблема. Ну, давайте я в двух словах расскажу о Stripe и PayPal. Stripe – это самый лучший, самый популярный платежный шлюз в мире. Основные его моменты – это высокая скорость работы платежей. Там есть безопасность и, естественно, высокая борьба с мошенничеством. Также есть удобная интеграция с интернет-магазинами. Они принимают любые банковские карты. Может быть оплата через Apple Pay и Google Pay. Комиссия за обработку платежей 2,9% плюс 30 центов. Ну и в среднем вывод до 7 дней. Плюс есть мобильное приложение. PayPal – одна из лучших платежек в индустрии. Принцип PayPal – когда клиент платит, он может не переживать, что его данные и деньги пропадут. В свою очередь, продавец выполнит свои обязательства точно. PayPal – это доверие покупателей. То есть, более 50% пользователей доверяют магазину больше, если на нем есть PayPal. Конечно же, быстро и удобно использовать PayPal Express. Я им пользовался. Оплата практически в один клик. Ну и высокая комиссия на США – 3,49%. Далее важный вопрос. Какие преимущества регистрации компании за рубежом? Помимо того, что открытие компании дает вам право открыть платежный шлюз типа Stripe или PayPal. Вот еще пару преимуществ, если смотреть на эту проблему шире. Я перечислю несколько. Это стабильность финансовых операций. Далее – пользование доступными кредитными ресурсами. Оптимизация налогообложения и финансовой сферы. Доверительное взаимоотношение с компаниями-резидентами. Ну и, конечно же, повышение шансов на получение вида нажительства. И так далее. Следующий вопрос. Как же открыть компанию и как подключить эти платежные шлюзы? Я рекомендую Easy Payments для всех этих рутинных процессов. Считаю, что лучше работать со специалистами и сделать один раз все качественно, как свойственно, в принципе, любому бизнесу. Ежели тыкаться по разным чатам и искать различные решения, после которых с большей вероятностью вас либо забанят, как я уже сказал ранее, в этой платежке, либо вообще разведут более, ну, короче, будут проблемы. С помощью их вы получите собственные аккаунты в платежных системах. Strike PayPal и легально сможете принимать платежи со всего мира. Ну да, возможно, вы скажете, что есть и другие компании, я вообще не исключаю этот момент, в которых чеки ниже. Ну, конкуренция она такая. И по факту, если вы начнете копать, то если вы из СНГ, ценник будет даже выше, чем у Easy Payments. Это лично проверено мной. Также хочу отметить важные моменты, что у них комплексный подход, то есть помимо того, что они открывают компанию, Easy Payments также помогают подготовить сайт проверки платежных систем. Это очень-очень важно. То есть они консультируют, что нужно добавить, либо что-то убрать. Также они рассказывают, как выводить деньги на СНГ и так далее. Это также очень важно. Ну, давайте перейдем сейчас на сайт Easy Payments. И я хочу пробежаться по их сайту и показать вам все более подробно. Давайте приступим. Как мы видим, Easy Payments – это комплексное решение для работы на международном рынке. Они помогают предпринимателям из СНГ масштабировать онлайн-бизнес на мировом уровне. Также мы с вами видим, что везде есть кнопочки на получение консультации. Рекомендую воспользоваться ей, если вы хотите открыть зарубежную компанию. Какие услуги они предоставляют? Это регистрация компаний за рубежом. Это удаленная регистрация бизнеса за границей для выхода на глобальный рынок. Это подключение платежных систем Stripe, PayPal. Также это делается все удаленно со всего мира, без ограничений. Можно принимать на своем сайте платежи. Также можно оформить иностранную банковскую карту. То есть удаленное открытие за рубежом банковской карты от 3 дней с курьерской доставкой на дам. Открытие счета для бизнеса в онлайн-банках. И можно зарегистрироваться аккаунт на маркетплейсах Amazon и Etsy. Они также с этим помогают. Повторюсь, вот здесь вот есть у них всегда бесплатная консультация от экспертов. Они уже помогли более 2000 предпринимателей в России, Казахстане и других странах СНГ. 5 лет работают на рынке, открыли более 350 компаний, 6 лет в e-commerce. То есть понятно, что организация серьезная, давно работает и с ней можно сотрудничать. Даже нужно, я бы сказал. Давайте посмотрим, как происходит регистрация компании в Англии. Нажимаем регистрация в Англии. Вот удаленно и под ключ. Можно открыть компанию в Англии. Также бизнес счет в банке, аккаунты в платежных системах и успешно работать на международном рынке. Здесь мы с вами видим, с какими компаниями они работают. Вот давайте посмотрим, как происходит этап сотрудничества с Easy Payments. Вот простые этапы работы. Первый день это предварительная консультация, ответит на все вопросы, проконсультирует вас. Далее идет подготовка к регистрации. Следующий этап это формирование компании. Следующий этап это после окончания процесса регистрации вашей компании. Они помогут вам удаленно получить счет в одном из онлайн банков для удобного управления денежными средствами. Далее после оформления компании они помогут вам открыть аккаунт в платежных системах и настроить прием платежей на вашем сайте. И уже потом можете у них консультироваться. Они оказывают поддержку. Вот так вот все происходит достаточно быстро и удобно. Поэтому если у вас есть желание открыть компанию, принимать платежи со всего мира в этих странах, то ссылочка на сайт находится в описании под видео. Переходите, регистрируйтесь и оформляйте компанию за рубежом и принимайте оплаты по всему миру. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока.